МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Ирина Корчагина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Слабость, рвота и высокая температура. В одной из школ Барнаула массово заболели дети. Родители считают, что ученики могли отравиться в столовой. Почти 2,5 тысячи жертв, и это только в Алтайском крае. Сегодня ровно год пандемии коронавируса. Шаги от гемодиализа. Какие симптомы могут говорить об опасных заболеваниях почек? В одной из барнаульских школ массово заболели дети. У десятков учащихся схожие симптомы. Высокая температура, нескончаемая рвота и слабость. Многим даже пришлось вызывать скорую. Врачи ставят диагноз ротовирус, но многие родители полагают, что школьники могли отравиться в школьной столовой. Как ночью началось, и до сих пор лежит вообще рвота вся облезная. Это ужас какой-то. Я говорю, блин, что случилось? Она говорит, да мам, да котлета, наверное. Ну, что тоже говорит, да не школьная котлета. Но я думаю, ну, может быть, нормы хранения просто были нарушены. Я у меня спросил, а кто-то съел или что-то, да вроде ничего. Она говорит, ну, типа, наверное, ротовирус. В школе плохо себя чувствуют дети тоже. Я даже не подумал, что вот так вот масло. Общую цифру больных школьников директор образовательного учреждения сегодня назвать не смог, но подтвердил, что тревогу педагоги забили, когда на занятия не пришли по 6-7 человек из каждого класса. Назначили внутреннее расследование. Работаем сейчас исключить, чтобы всякие варианты. То есть работаем из КШП «Глобус», проверяем столовую, проверяем санитарные комнаты, разговариваем с родителями, с классными руководителями. Рассматривать варианты будем продолжать разные, но ни одного подтвержденного случая отравления на сегодняшнюю минуту нет. По итогам расследования, как сообщил директор, в школе сделают выводы, а пока здесь работают и специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Ведется эпидемиологическое расследование. Для лабораторных исследований будет проведен отбор проб воды, продуктов, смыва поверхностей. Мы будем следить за развитием ситуации. Директор турбазы «Глобус», где прошлым летом от отравления выхлопами от бензинового генератора погибла семья из четырех человек, предстанет перед судом. Виктору Королеву грозит до десяти лет тюрьмы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлевших гибель семьи с несовершеннолетними детьми. Напомним, трагический инцидент произошел в июле прошлого года. Семья алтайского чиновника Иосифа Кременских с двумя детьми остановилась на турбазе «Глобус» вблизи озера Ая. Из-за отключения электроэнергии на территории комплекса директор базы принял решение запустить бензиновый генератор. Агрегат установили в подсобке непосредственно под гостиничным номером отдыхающих. При этом Королев не учел, что использование генератора запрещено в замкнутых невентилируемых помещениях. В результате из-за высокой концентрации токсичных отходов в номере все члены семьи погибли. Своей вины в случившемся Виктор Королев не признал. Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения... В настоящее время с целью компенсации вреда на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 15 миллионов рублей. Алтайские сельхозпроизводители намерены делать ставку на зимы и культуры. Они более устойчивы к климату и способны дать больше урожай, считают аграрии края. Сегодня они обсуждали эту тему на агроконференции. Традиционное мероприятие теперь разбито по тематическим секциям. Сегодняшняя встреча посвящена высокоэффективному производству. Какие проблемы возникают на этом пути, выясняла Анастасия Дороган. Редкая неформальная встреча перед длинным летним сезоном. Раз в год сельхозпроизводители приезжают в Барнатолео. Наул за новшествами. Какие технологии предпочтительны, на какие семена ориентироваться. После засухи 2020-го много раздумий, как обезопасить свой урожай. Один из советов ученых – отказаться от шаблонов. Действий, сроков, которые в том числе погубили урожай. Подходит время к оптимальному сроку сема. Сорняк у нас уже перерос. Не каждому орудию его можно было взять. Поэтому пришлось где-то химией работать, где-то дважды проводить предпосевную обработку. Но самое главное, что за этот период, практически 10-12 дней, сорняк не только израсходил ту влагу, которая выпала с осадками, но накапанную, накапанную, накопленную за сезон. Поэтому в итоге нам пришлось сеять сухую. Еще один совет фермеры передают друг другу – переключать внимание на озимые. Раньше у нас вообще была монокультура – Яровая пшеница, Алтайский край. А сейчас мы год от года увеличиваем озимый клин. Почему? Ну, что нам дают озимые? Уходим от засухи. Когда сеем подзуму, мы используем влагу снега, вот этих осадков. Ну и, во-вторых, ранняя уборка. В случае этой территории схема рабочая. Если Яровая пшеница дает 12 центнеров с гектара, а зимая – 30. И если каменцев интересует технология возделывания, салтонцев – приобретение привлекательных семян. Мы их де-факто не можем возделать, потому что они еще не стоят в реестре сельскохультур, которые разрешены для возделывания. Мы их можем возделать, естественно, но мы не получаем дотации на них в государстве. Каждый год идет примерно на 24 тысячи тонн. Мы имеем элиту, мы имеем элиту, которую мы хозяйством по более высокой цене наши предприятия предлагают. А мы за счет госпрограммы частично компенсируем до ценообразования. То есть и сегодня селянам, кто имеет не совсем качественные или хорошие семена, будем говорить так, и есть реальная возможность провести сорт обновления. По данным Минсельхоза Края, 70% посевных площадей засевают продукции алтайской селекции. Приоритет посевов по-прежнему за мягкой яровой пшеницей. Однако аграрии активно вводят масличные культуры, а скоро возьмутся и за новинку, которая проходит испытания в аграрном вузе. Можно сказать о культуре, которая может быть хорошим сырьевым источником при производстве композитных материалов, это мискаутер. Эта культура будет являться сырьевым источником при производстве новых композитных материалов. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Сибирским отделением Академии наук, то есть мы как сырьевая составляющая, а дальше уже технологи, химики будут работать с этой базой сырьевой дальше. И перспектива очень большая. Однако пока задача сельхозпроизводителей – грамотно подбирать культуры с учетом климатических условий. К этой посевной, по данным Минсельхоза, в техническом плане край готов на 90%. Начнется она через полтора месяца. Анастасия Дороганникова, Шелко, День с толком. Алтайский край, возможно, войдет в список из 24 регионов России, где продлят действия льготной ипотеки. Напомним, в прошлом году кредит на жилье под 6,5% с первоначальным взносом в 15% ввели в качестве меры поддержки населения и строительной отрасли в период пандемии. Льготную ипотеку прежде продляли в ноябре 2020 года, до июля 2021 года. Теперь глава Центробанка в интервью «Известием» рассказала о том, что для ряда регионов эту меру можно пролонгировать. Всего 24 субъекта, среди которых Новосибирская область, Мордовия, Ставропольский край и Алтай. Правда, Эльвира Набиулина не пояснила, имеется в виду наш регион или соседняя республика. Уточнений от Центробанка по этому поводу тоже нет. По мнению же алтайских экспертов в области недвижимости, скорее всего, Набиулина подразумевала Алтайский край. Впрочем, специалисты полагают, что, скорее всего, будет скорректирована программа льготной ипотеки для того, чтобы не спровоцировать взрывной рост стоимости квадратного метра жилья, как это было осенью. Иными словами, условия получения льготного кредита могут ужесточить. По старому мосту Барнаула можно будет ездить уже в сентябре. Реконструкция идет с опережением графика на два месяца. Напомним, коммунальный мост через Обь закрыли в начале прошлого года для восстановительных работ. На сегодняшний день объект завершен на 70%. На мосту смонтировали эстакаду со стороны Новоалтайска. На центральной части заменили старое железобетонное покрытие на современное металлическое полотно. Летом приступят к гидроизоляции плит, покрасят и обустроят барьерное ограждение. И к другой теме. В крае в геометрической прогрессии на 8-10% ежегодно растет число зависимых от гемодиализа. Регулярные процедуры по очищению крови. Сегодня во всемирный день почки. Мы расскажем, почему становится все больше людей, страдающих хронической болезнью почек и как ее избежать. Отделение гемодиализа краевой клинической больницы. Все места заполнены. Возраст тех, кому через день по 4 часа чистят кровь, а иначе нормально жить не получится, самые разные. Многие сюда ездят годами. Их не справляющиеся с нагрузкой почки заменяет искусственное. Вот такой аппарат. У пациента забирается кровь. Проходит через насосную часть аппарата. Поступает в георизатор. Здесь вот проходит по капиллярам. Возвращается обратно к пациенту. У Любови Бедревой был перерыв. В свое время ее больную почку заменили на донорскую. Она и позволила 20 лет жить обычной жизнью, без диализа. Но в отделение пришлось вернуться. Такое бывает. И от многого вновь пришлось отказаться. Воды нельзя много пить. И, ну, конечно, и диету соблюдать, чтобы, как бы, ну, пища должна быть более белковая. Это то есть мясо, вот такое вот. Ну, а овощи и фрукты нужно постоянно себя контролировать, чтобы калий не повысился. Число людей, которые без диализа просто не смогут жить, год от года растет. Причем во всем мире. В конце 20 века даже заговорили о пандемии хронической болезни почек. В крае ежегодно пациентов с таким диагнозом становится на 8-10% больше. В конце 19 года их было 717, человек к концу 20 уже 767. И прогнозы медиков неутешительные. Причем это далеко не всегда врожденная аномалия органа. Спровоцировать болезнь могут сахарные диабеты, гипертония, а еще пожилой возраст. Какие симптомы хронической болезни почек? Изменилось мочеиспускание, стал чаще мочиться ночью, появляться стали отеки, артериальное давление может повышаться, слабость, утомляемость. Проходите диспансеризацию, анализ мочи патологическим осадком уже нацелит врача-терапевта на неблагополучие. Он дообследует этого пациента и пришлет к нефрологу. Гемодиализ необходим при крайнем проявлении хронической болезни почек. Как нам сегодня сказали, всем нуждающимся эта процедура доступна. В регионе сейчас 11 диализных центров. Но по сути это уже зависимость, без которой не прожить. По словам врачей, выход есть. Их даже несколько. Либо стоять в листе ожидания на донорский орган, либо следить за своим здоровьем. Ведь тихий убийца может годами не проявлять себя. Сегодня наступил ровно год с момента начала пандемии коронавируса. Именно 11 марта 2020 года ВОЗ объявила новую инфекцию пандемии. Напомним, впервые вспышку COVID-19 зафиксировали в китайском городе Ухань еще в декабре 2019 года. Всего за пару месяцев коронавирус поразил все регионы России. В стране первого пациента, а точнее нулевого, выявили 1 марта 2020 года. В Алтайском крае 29 марта. Напомним, это была жительница Барнаула, которая вернулась из Доминиканской республики. Тогда она и ее семья подверглись жесткой травле и осуждению. Но с тех пор многое, что изменилось в самом обществе. Это больше не вызывает панику. Люди все-таки существа, которые готовы и мириться со всем происходящим. Поэтому это был просто некий взрыв паники. А в дальнейшем мы видим, что все осталось на прежнем уровне, просто снизилось информационное давление. Опять же, коронавирус это тот вирус, который с нами останется навсегда. Он теперь будет всегда и постоянно. Только по официальной статистике в регионе за год коронавирусом заразились 44 926 человек. Из них умерло 2461 житель края. Полностью прошли курс вакцинации от коронавируса 34 660 человек. И пока мы все еще находимся в ожидании третьей волны коронавируса, которая может и не случиться, предлагаем вам посмотреть наш большой специальный репортаж о пандемии коронавируса в Алтайском крае уже в эту субботу в 17.00 на нашем телеканале и в соцсетях. И к другой теме. Алтайские экологи призывают срочно навести порядок в ленточно-боровых заказниках. По словам экспертов, на особо охраняемых территориях продолжается рубка деревьев, которую по одним законам можно считать допустимой, по другим нелегитимной. Вырубки выборочны, но не без негативного воздействия на экосистему региона. Об этом сегодня говорили на круглом столе, посвященном зеленому каркасу Барнаула. Ленточные бары края включают в себя 10 региональных государственных природных заказников. Это особо охраняемые территории, национальное достояние. Вот только сегодня многие из них находятся в руках бизнесменов, которые на арендуемых площадях заготавливают древесину. Рубки сейчас идут во всех, без исключения заказниках края. Экологи возмущены, они предлагают хотя бы 30% от площади заказника оставить нетронутыми. Выделение зоны особой охраны. По каждому заказнику порядка 30% территории мы выделяем. В настоящее время по 7 из 10 заказников такие решения приняты. Еще по трем заказникам, Волчхинскому, Егорьевскому и Урочище Рублево в Михайловском районе переговоры продолжаются. По одному заказнику удалось договориться по Урочище Рублево, то есть там вопросов не возникает. По Егорьевскому заказнику есть перспективы. Прийти к такому соглашению, то есть там вопрос по разногласиям, скажем так, он не настолько велик, а по Волчихе именно площадные параметры несогласия арендатора. Я уже упомянул про эту матрешку. Ценные леса, ленточные бары, внутри в них заказники. Внутри этих заказников мы выделяем только зону особой охраны, ядро 30%. То есть понимаете, что там остается для дикой природы, для тех же редких видов птиц, для редких растений. Так вот, еще и эти 30% внутри заказника арендаторы говорят, что у них рухнет вся экономика, если они будут выведены из активного хозяйственного использования, из заготовки древесины. Сейчас Минприроды просчитывает, как вывод 30% площади скажется на деятельности лесозаготовительных предприятий. Переговоры продолжатся. Будем следить за развитием ситуации. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Артисты Алтайского музыкального театра покорили московскую публику. Накануне в Большом театре они представили премьеру спектакля «Капитанская дочка». Актеры привезли эту работу на фестиваль «Золотая маска», номинантами которого стали впервые. Отметим, Мостеатр со спектаклем «Капитанская дочка» участвовал сразу в 10 номинациях. В Москву поехали порядка ста человек. Это и сами артисты, и технические сотрудники, и оркестр. Премьера Барнаульского спектакля на московской сцене прошла более чем успешно. Сила любви. Безусловно, Кмаш, потому что тема «Капитанской дочки» звучит тут как спасительная тема. Почему у нас во главе стоит этот персонаж? Потому что благодаря этой любви происходит спасение самого Кринева, самой личности. И противостоять вот этому Лиха и всем остальным персонажам может только такое искреннее чувство, которое дарят наши прекрасные персонажи. Постановка «Капитанца» классная. Музыка очень хорошая. Ну, смысл само собой. То есть, ну, я воспользуюсь. Мне кажется, очень смело, очень раскрепощенно. Прекрасные голоса. Прекрасные голоса. Насколько работу наших артистов оценила жюри, станет известно в апреле. Прежде судьи отсмотрят спектакли всех участников, и только потом примут решение, достоин ли Алтай золотой маски. На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях, на YouTube-канале. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире.